так hello всем привет дорогие друзья шалом шалом все мы продолжаем изучать вторую главу до продолжаем изучать вторую главу перте вот сегодня у нас очень тоже интересная намечается мишна ну яков шатанин с нами все отлично мужик и мясоруб с нами то есть видишь эрит сестраэль эрит сестраэль нет 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 эрит сестраэль все влад косов с нами все всего хорошего антон лефименко все анна ренгу зура посланян больше часть из израиля нас смотрит вот эта тема да то есть сейчас можете себе представить да вообще внук как это вот сидеть сидеть человек в тиве читает перте вот которые были написаны 2000 записаны 2000 лет назад в израиле а слушают его люди в израиле ну вот скажи 2000 лет назад что так будет никто не поверит все вы сказали да не может такого быть человек говорит в тиве а слышно в израиле но не может нереально не передается это голос вот сказали бы там мудрецы все все бы сказали того времени сказали чё ты чешешь а как бы в макоты и так говорит что могу написано что время кричали в израиле слышали мне не верю да но хорошо значит мы продолжаем будет ртов из витебска из нью-йорка или накотин значит и мы продолжаем изучать перте вот значит продолжает нас нам давать наставлять жизненный путь или или это сын рабан гамлиэля внук получается арабе уда носи который записал мишну и или нам говорит следующий вечер а я омер он говорил значит что же нам говорил and bur и рэхает не может быть не может ведь не может быть не может быть бур а значит бур это как бурьян от слово бурья не может быть бур такой человек похоже на бурьян в начале такой да которые ну вот растет в поле такой в лесу бурый-то такой, да, грубый такой, необразованный вообще человек, не может он быть и рехать, не может он бояться греха. Значит, что значит не может вот такой человек бояться греха? Потому что для него само понятие грех не существует, он не знает вообще, что есть добро и зло. Для него добро это покушать, поспать, а зло это когда кто-то его будет или забирает у него еду, и все. Вот это вот у него с его точки зрения добро и зло, все. И поэтому бур, человек, который вообще необразованный такой, грубый, он не может быть бояться греха, да. Почему ему бояться греха? Очевидно на уровне вот такого животного физиологического существования, то страх остаться без еды и страх остаться без ночлега, и страх отбиться от ямы, то есть от стаи, от стаи, когда человек находится вот в ситуации выживания, да, выживания, и у него, опять же, еще раз повторю, у него нет никаких мыслей о том, что может быть по-другому. Это бур, бурьян такой, дикорастущий человек. Он не может быть, ирекет, он не может бояться греха. Понятно. И вообще такие грубые люди, они чем боятся, да? Бога боятся. Это... Это напоминает, что есть Мишна такая, что Тора приводит к осторожности, что когда ты начинаешь изучать Тору, ты начинаешь быть более осторожным и бояться греха. Но если ты не изучаешь Тору, то ты не можешь бояться греха. Вело амарец хасид. И не может быть амарец хасида. Значит, давайте разберемся. В Торе есть три уровня исполнения заповедей. То есть, как вот у меня есть по моей системе, когда ты там что-то делаешь, есть минимум, 100% и максимум. И это есть в Торе. То есть, например, есть заповедь чтения Шма. Шма-Исраэль утром. Значит, Леха-Тхила, изначально время чтения Шма с момента, когда человек начинает отличать между белым и синим, ну, в Тистицицит. Там, ну, в общем, когда светает, начинает светать, и до 3 часа от восхода солнца. Первых 3 часа от восхода солнца, потому что написано, будете произносить слова эти, ложась и вставая. Это время вставания людей, то есть после пробуждения. Но идеально это еще до восхода солнца, до первого луча солнца сказать Шма-Исраэль. То есть идеальное время, это сказать Шма-Исраэль перед выходом первого луча солнца, а после выхода первого луча солнца начать уже молитву Шмуна-Исраэ, молитву Амеда. Это вышел первый луч солнца. Называется это время молитвы Ватитин. И люди, которые хотят изначально, вот прям в заповеди выполнять как положено, они стараются так делать. Есть выполнение заповеди, называется, и вот это время лихотхила изначально длится до трех часов от восхода солнца, первых три часа. А есть, называется, выполнил бедевит. Бедевит это, ну уже сделал, типа, засчитаем тебе. То есть, ты там, ну это граница очень размытая, где ты уже вот между заповедью и уже не заповедь. То есть, это вот называется, ну уже сделал, типа, зачтем тебе. А есть хасид. Хасид это тот, который перед чтением тшма, он, значит, настраивался час. Он, значит, прям час он стоял там, ловил состояние, одел свою самую красивую одежду. Это хасид. Он делает больше, чем требует даже изначально буква закона. То есть, понятно. Получается, что можно выполнять заповеди, нужно выполнять, как изначально, как вот надо их выполнять, в то время, тем способом и так далее. Но если ты не успел, не смог и так далее, то есть еще уровень такой расслабленного выполнения бедевит. Сделал, сделал, засчитано. Галочка поставлена, заповедь выполнена. А есть уровень не выполнил. Есть уровень выполнил и дур митсва великолепно. Вот хасид это великолепно. Так, что нам говорит Гилель в Мишне? Он нам говорит, бур, вот этот бур, он не боится греха и он, в принципе, не боится согрешить. Да? Не образованный человек. То есть, у него вообще нет вот этого понятия, там, запрещено что-то делать, не запрещено. То есть, это все человека может заставить только страх перед Богом. Потому что мы уже учили в Мишле, что основа служения это страх перед Богом. То есть, если нет этого страха, то желание сносит все, что надо делать, правильно делать, умно делать и так далее. То есть, желание внутри сносит эту всю штуку, если она не зацеплена на стержне страха. Страх перед Богом, это основа Торы, основа соблюдения заповедей. Я боюсь Бога, реально скажу. То есть, если бы мне сказали, да, Богу все равно, типа, Он тебя не накажет. То есть, хочешь, если делает, типа, делает. А если не хочешь, то не делает. И никаких наказаний не будет. То у меня бы уровень выполнения очень бы сильно упал. Ну, то есть, почему? Потому что мне страшно, я реально понимаю, все от Бога. И вот этот вот стержень, стержень, он держит все. Это первое. Второе. Ло Амарец Хасид. Не может быть человек не ученый, простой человек. Амарец это тот, кто уже выполняет заповеди. Тот, кто такой религиозный. Но он не учит Тору ежедневно. И он не углубляется. Он не может быть Хасидом. Почему он не может быть Хасидом? Потому что для того, чтобы знать, где вот это вот великолепие Митцвы, где граница, где Бедеевы, тоже выполнил, выполнил. Нужно знать нюансы Торы. И когда пытается Амара, человек, который не знает нюансов, он пытается быть Хасидом, это страшно. Это реально страшно. Сколько они завершают ошибок. Потому что они из-за каких-то мелочей, они начинают, ну там, рушить вообще все. Например, человек, значит, хочет быть Хасидом, и он, и он, там, стал религиозным, например, где-нибудь в, я не знаю, в Пензе. Стал он религиозным и решил сразу, что ему, он думает, что я буду по мелочам. Я сразу иду на Хасида. Купил Штраймл, одел чулочки белые, халат одел. Он еще только соблюдать начал, еще ничего не знает. И давай в Штраймлеле по улицам зажигает. Тут идет девушка какая-то по улице, его одноклассница бывшая, да? Он подходит к этой девушке, обнялся, поцеловался, значит, то-се, как дела, Маша? Ты знаешь, я Хасид, значит, вот я Маша Хасидом стал. Да, ну что, давай выпьем, давай. Сели в некошерное кафе, выпили с Машей. А он в Штраймлеле, он все. То есть он в этот момент делает преступление на преступление, преступление на преступление. А он, но он хочет быть Хасидом, и он вот в этом вот хасидском своем подходе, не зная, он может дровно воротить вообще невероятное количество. Поэтому Амар, человек не ученый, не должен задирать выполнение заповедей, не должен прыгать в каких-то нюансах над садика. Там, знаете, приходит кто-нибудь там в гости к кому-то, да? Он только начинает соблюдать. И к другим пришел. Ну, а какой вы кашрут едите? Ой, этот кашрут, это не кашрут, это не кашерная вообще еда. Вы что, вот этот трав, да он вообще не рам. И давай, лошонарана, лошонаре, там. Ну, то есть вообще. Все, сказал нам Гилель, ло амарец хасид. Не может быть амарец, не ученый человек, не может быть хасидом. То есть, поэтому все те хасиды, которые не ученые, они не хасиды, получается. По Рабангам Лиле. Теперь, в ло абаяшан ламет. Он говорит, и не может стыдливый человек, стыдливый человек не может учиться. Баяшан это тот, которому стыдно спросить. Что это значит? Вот бывает, что человек начинает учить Торо, у него есть вопросы, но он ему стыдно задать эти вопросы, он стесняется, что он не знает. И он тогда укореняется в своих ошибках. То есть, есть написано, по-моему, в этом, в Брахот, или в каком-то другом Талмуде, что, что, не, а вообще это пасук из Мишли даже, да? Что нет, по-моему, эн бина, эн тву навы, эн что-то еще, нега ташем. То есть, никакие твои стыдливости, они не могут быть препятствием для выполнения воли Всевышнего. Поэтому, тебе неудобно спросить, то есть, ты не знаешь, как соблюдать, тебе неудобно спросить. Нет, такого запрещено. Сказал нам Гилель Лор Абаяшан Лабет. Баяшан, тот, кто стыдливый, не может учиться. Надо спрашивать, надо уточнять. Надо, вот есть какой-то вопрос, спроси у одного, у второго, у третьего, у четвертого. Уточни, разберись. Есть сайт Талдо Тру, там можно задать вопрос Равину. И там этих ответов на вопросы, их очень много. Есть у нас, например, можно задавать разные вопросы. Но всегда помните, что тот, кто одет как хасид, не обязательно хасид. И тот, кто выглядит как рав, не обязательно рав. Поэтому нужно, или это рав посек. Есть такой рав посек, который знает Вешал Ханурух, и он может давать ответы по Аллахе, по закону. Или это просто личное мнение какого-то человека, который выглядит как религиозный, но не факт, что он является религиозным. Понятно, да? Вот мы же, опять же, тот же пример, что я вчера приводил, Ева Левит. Да, была Эстер Сигаль. И вроде она была религиозная, дальше некуда. Да? Но по ее концу мы видим, что и начало было не очень. То есть, значит, ее все попытки объяснять Тору, как она ее понимала, привели ее к отказу от Торы. Получается, что мы из конца видим, что у нее во всей ее системе рассуждений была очень большая червоточина, и очень большая у нее была проблема с мировоззрением. Изначально. Потому что если бы она была цельная в служении Бога, она не могла бы это оставить просто так. Поэтому еще раз нас научили, Лоа Байошан Ламет, стреливый, не может учиться. Должен человек, пока миссион не разберется, не поймет, задавать вопросы. Вы Лоа Кабдан Меламет. И не может быть Кабдан. Кабдан это человек педантичный, не может быть Меламетом, не может обучать Торе. Почему? Потому что Кабдан, он очень гневается, когда что-то пони его. В жизни вообще есть три вещи. Вот я третью не помню, но две я точно запомнил. В Талмуде написано, чья жизнь не жизнь. Вот у кого жизнь наполнена страданиями от и до. Первая у Истаница, у изнеженного человека. То есть есть люди изнеженные, они страдают постоянно. Воды горячей нет. То-не-то, еда не та, погода не та, зелень не зеленая. Значит, я вот хочу, чтобы было кофе, например. Вот я сейчас кофе буду пить, да? Ложка пластиковая. Ну как можно пить с пластиковых ложек вообще? Чашка одноразовая. Ну ужас, кто пьет кофе вообще кофе, эспрессо с одноразовых. Кофе, вот я привык кофе пить. Вот в Италии кофе, да. А тут вообще не кофе. То есть изнеженный, у него его жизнь не жизнь. У перфекционистов, у педантов, у них тоже их жизнь не жизнь. Почему? Если педант, например, вот педант, он думал, что урок начнется в 10. Пришел в 10, а он начался в 10.03. Три минуты педант страдает. Педант страдает вообще без ужаса. Я, если бы был педантом, я же досмотрю, мне вот расцветочка не нравится. Вот это вот и моя расцветочка мне не нравится. И вот сзади какие-то тени непонятные. И темновато здесь, да. Вообще. В общем, что-то все не так педанту. Жарковато. Ну это междуистонистый, междуизнеженный педант. Теперь, значит, кабдан, вот этот кабдан, это как педант в обучении. Он говорит, кабдан не может обучать. Потому что люди, которые обучаются, они могут не понимать. Они могут задавать вопросы. Они могут с первого раза не понимать. Они могут вести себя неадекватно. Они могут понимать и не делать. Ну и так далее. То есть педант, он, когда он учитель, все. У него, значит, будет разрыв головы от того, кто к нему приходит учиться. Да? Значит, дальше продолжаем. Милель сказал, он сказал так. Бурьян, вот это человек, который не образованный, грубьян такой. Он не может бояться греха. Он не боится греха. Вело Амарец Хасид. Человек, который не ученый, не учит Тору, он не может быть хасидом. Вело Абаяшан Ламет. Тот, кто стыдливый, не может обучаться. Вело Акапдан Миламет. Тот, кто педант, не может обучать. И не каждый, кто умножает в торговле, он станет умным. Он умнеет от этого. Тут интересно, я вспоминаю историю. Одна из любимых моих историй. Значит, если я вспомню, я прямо приложу эту статью после урока. История Высоцкого. Высоцкий был такой, после революции была поговорка такая, что чай Высоцкий, сахар Бродский, а вся Россия Троцкий, да. Что было три очень таких влиятельных евреев в то время. Высоцкий у него было 30% чайного рынка России. Это там, ну, я не знаю, сотни миллионов долларов, миллиард. Бродский, это сахарный был какой-то король. И этот самый Троцкий, потом он у них всех все отобрал. А потом его выгнали из России и убили лесорубом, да. И, значит, история про Высоцкого. Высоцкий учился в Яшиве, он учился в Воложене, Яшиват Воложен. Потом Высоцкий был учеником в рабе Строля Салантера. Это величайший, один из величайших учителей последних 200 лет. Основатель движения Мусар, нравственность, исправление себя и своих качеств, характера, да. И потом он начал заниматься бизнесом и удачно начал заниматься чайным бизнесом. Очень быстро разбогател и стал один из самых крутых евреев в Российской империи. Он был религиозный, строил синагоги, помогал и так далее. Но его намерение, оно было уже больше в сторону бизнеса, понятно. Его сыновья, его сыновья поддерживали левых эсеров и они, они спонсировали буржуазную революцию. Но после буржуазной революции пришли коммунисты и во главе с Троцким и забрали у них все, у Высоцких забрали все. Они, их дети уже были нерелигиозные совсем, внуки, получается, он умер еще там до революции, сам Высоцкий, основатель династии. И они уехали в Европу. В Европе они организовали тоже свои вот эти торговые дома и так далее. И что? И значит, потом пришли нацисты в 30-м году и уничтожили, все отобрали, да. Осталась только одна ветка Высоцких, которые уехали в Израиль по своим религиозным соображениям, сионистским соображениям, религиозным соображениям, что евреи должны жить в Израиле. Бог дал эту землю еврейскому народу и сказал, что от Авраама, Авраам он сказал, иди в землю Израиля. Еврейскому народу в Египте он сказал, идите в землю Израиля. Моше хотел зайти в землю Израиля. То есть быть евреем это хотеть зайти в землю Израиля. То есть это непременно условие нашего общения с Богом и вот это стремление в Израиль и Иерусалим, это является обязательным, непременным атрибутом религиозного человека, да, и религиозного еврея. И только та ветка Высоцких, которые хотели, выполняли этот вектор, только они остались жить. Интересно, что в Израиле сейчас 70% чайного рынка принадлежит семье Высоцких, чай Высоцких, то есть все, что в Израиле, оно процветает. Нам каждому есть о чем задуматься. И вот, значит, сказал нам Елиэль, что он нам сказал так, что Энбур и Рехет, что не может быть невежда бояться греха, и Амааретс, человек не ученый, не может быть хасидом, идти на следующую ступень развития. Значит, не может Бояшан учиться, Стрелива не может учиться, не может Кабдан-Педант обучать. Не каждый, Влок-Коль, то есть не каждый, кто умножает, занимается бизнесом, он умудряется. То есть это не связанные вещи. Кажется, что человек богатый, он умный. Нет, богатый он богатый и ему повезло. То есть мы в Каэлите учили, что все это Матан-Элуим, что это все подарок от Бога, и человек, который он и религиозный, и богатый, это очень редко бывает, и богатство в этом случае является подарком от Бога, а не полностью следствием его ума, потому что если бы богатство было следствием ума, то все профессора математики были бы богатыми, но они не очень богатые. Не все, вернее. Теперь, значит, и последнее, что он сказал Елель нам в этой мишне, он сказал Здесь есть два объяснения. Первое объяснение, что если ты попадаешь в место людей испорченных, например, тюрьма или какое-то место, где собрались пустые, испорченные люди и так далее, то ты все равно не должен идти по поговорке с волками жить, по волчьи выйти. То есть ты не должен быть волком. То есть ты, то, что вокруг тебя волки, и даже в месте, где нет людей, постарайся быть человеком. Но мы знаем, что нам, до этого нам сказали несколько раз мудрецы, что Архек Мишахенра, отдались от плохого соседа, не присоединяйся к злодею. То есть оттуда надо бежать. Надо стараться жить вместе хороших, добрых людей, которые учат Тору, которые живут по божественным законам, потому что с тем поведешься, от того и наберешься. То есть влияние на тебя есть по-любому. Но если ты уже попал вместо плохих людей, то там надо стараться быть человеком. А второе объяснение, я более часто его использую в своей жизни, второе объяснение, что в месте, где нет людей, постарайся быть человеком, что вот если есть какая-то ситуация, и в ней уже есть лидер, человек это имеется в виду лидер, то не старайся быть вторым лидером, не старайся его сдвигать, включаться с ним в войну. То есть уже есть лидер, есть уже лидер, все двигается в правильном направлении, не надо здесь никаких соревнований устраивать, конкуренции, вражды. И только если нету, у Бумакомши Эненоши, если нету вот этого лидера, который двигает ситуацию в каком-то правильном направлении, тогда постарайся ты стать этим лидером, потому что на каждом из нас ответственность за, не только за себя, и за тот мир, который вокруг нас, и в ситуации, когда Бог нас ставит вот перед этим выбором, если не я, то кто же, то надо сказать, ну кто же, если не я, и сделать то действие, которое надо сделать. Понятно. Все, давайте сделаем выводы, сделаем каждые свои выводы, то есть первые, ну выводы понятные, каждому что-то свое здесь более важно, но еще раз без знания, как выполнять заповеди, как бы Тора, мы сейчас изучаем глобальный подход, мировоззрение, то есть поучение отцов это корневая такая фундаментальная система, почему и зачем надо изучать Тору, но Тора это законы, аллахот и осознанность в каждом действии от просыпания до засыпания, потому что вот каждое действие регламентировано Торой, очень интересно, вот я сегодня утром в кроссовте одевал, бегать идти, да, а в Тиццу Жухана Рухи написано, вначале одевается правый, потом левый, а зашнуровывается сначала левый, потом правый, и вы можете сказать, какая разница вообще, как она зашнуровывается, разницы никакой, но если я должен все время помнить, что говорит мне Тора по каждому моменту, то я нахожусь в этот момент, в этом моменте, и я в этот момент не летаю где-то, на автомате там ничего не делаю, то есть я в момент завязывания шнурков, я завязываю шнурки, размышляя, какой первый одеть, какой второй, а не в этот момент завязывая шнурки, я думаю о чем-то там, что будет, что не будет и так далее. Все, удачи, успехов, все молодцы, да, у нас уже 110, как с Божьей помощью будет тысяча, и помолимся, есть очень сильная вещь, молитва, когда человек молится за других, ему Бог помогает, в общем, я сейчас прошу Бога, чтобы все, кто ходят на уроки Торы, на портал Ваикра, чтобы было благословение, здоровье, богатство, гармония, и, главное, Ирад Шамаем, страх перед Богом, который является основной вот этой вот стержнем, да, штифтом, на который зуб, коронка крепится, так вот Тора крепится на вот этот штифт, страх перед Богом, чтобы у нас у всех был страх перед Богом, такой прям трепет перед Богом, и чтобы Бог нам дал Тору. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.